В итоге понять, почему делать, куда бежать или никуда бежать не надо. Это кризис или все мягко рассосется? Инфляция с нами надолго или нет? Искрить будет по всему миру очень долго или не очень? И вообще, где мы сейчас? Мама, реально хорошо. Итак, поем. Начнем со следующего. Друзья, то, что мы с вами находимся в совершенно невероятном компоте, в котлете, в которой намешено огромное количество фарша, ингредиентов, это медицинский факт. Ну, как бы так, приехали. Что именно? Для начала давайте пробежимся поискать. Кризисы бывают разные, мы с вами проходили. Здесь вряд ли находятся молодецы в зале, поэтому все помнят и кризис Доткомов. И 2008 год, я, честно говоря, прошел в своей жизни 7 кризисов. Это кризис 1994 года за границей. Был такой, когда рынки сложились, в моих глазах, а я молодой, он был юридистом, терял все, что знал у тещи. Сказал, что сейчас я сделаю тебя богатым. Нифига, я не сделал богатым, но опыт был. Заня было мало, это было счастье. Так вот, 98 год. Как ни странно, в этом году я первый раз в жизни сделал какие-то себе реальные деньги. Понял, что кризис, это не только ужасно, но кризис иногда это еще и возможно. И далее пошло-поехало, и вот у нас 2000 год, кризис Доткомов, 8 год падения Лембрадокс, валютный кризис в России, ну, по всему миру вообще не это не чувствовалось, а тем не менее. 20 год, кризис ликвидности достаточно жуткий, который в итоге был вылечен теми методами, которые мы расплепываем до сих пор. И, наконец, текущая ситуация, 22-й, 23-й и, возможно, далее. Пошли далее. Как вообще развиваются события? Ну, все мы понимаем, классный первый год, вспомните, все здорово, все классно, рынки растут, настроение великолепное, впереди только звезды, мировая экономика развивается. Ну, да, есть отдельные проблемы, кирпизиционные, но сейчас Федеральная резервная система все решит, она всегда все решает, все будет хорошо. Во всем мире замечательный классный дат. Оптимизм, оптимизм зашкаливает, правда, мудрые миры с его говорят, что, ребята, тут чего-то нечисто, ну, это неважно. Выход на некий оплаток, кстати, так каждый кризис проходит, каждый. Рынки пытаются взлететь, упадают, идет рост полотинности, рост оборотов. На определенных уровнях. Я говорю не только о финансовых рынках, я говорю еще о целом комплексе понятий финансовой и инвестиционной рынке, и рынке валют, и, 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 и. Рынки коммунгизм взлетают и падают. И возникают какие-то первые ощущения, ребята, что это не так в этой жизни. Знаете, первый раз я это ощутил, я еще говорю, в 94-м году, когда кризис застал меня за треницей, и небольшой такой был кризис, очень. Все летело наверх, и огромные обороты, рынки растут и падают. Приходят сотни энтузиастов, которые покупают тысячи, десятки тысячи энтузиастов, которые покупают все эти владения, а он снова падает. Вот рынок пробит, по-другому, у меня сел. Что это для меня сегодня означает? Большие, что я потихонечку выходить с рынка, понимая, что это не так. И как это каждый кризис, и члены здесь. Поэтому очень важно следить, что делают большие инвестиционные дома. Очень важно следить за индикаторами, за индикаторами всеобщего счастья. Когда начинается всеобщая счастье, надо бежать. Но это отдельно, мы сейчас с вами поговорим, и подробнее об этом поговорим чуть позже. Итак, после этого коррекция рынка, в которой окажется ничего страшного, но сейчас коррекция пройдет. Коррекция вдруг незаметно начинает переходить и попала. Вдруг все становятся невероятными семействами. Ужас, ужас, все пропало. Мама родила не обратно. Сейчас к муру предвещают, что рынок Синбипл, не знаю, там 4 800, вот он сейчас уже 3 500, и понятно, что скоро будет тысяча, и все выгодались. Довольно быстро паникюры продают, сильные начинают потихонечку покупать, они возникают платон, начало какого-то нового роста. Это все классические схемы, би-образные. Будет ли она сейчас, не факт, об этом мы поговорим. Итак, в предвестнике кризиса, ну понятно, что мы говорим о пузырье. Друзья, только, понимаете, в теории все красиво, пузырь раздувается, все помняты, вот он, вот, приближенности к кузырь, там, и те кузырь, не знаю, там, на фондовый френд, и соотношение, там, со шкаливание, в среднем, допустим, 25, что явно многовато. Но мы нам объясняем, что, ну, как же так, процент для ставки, ставка будет дискорректирован. Низкий чум, конечно, собственно говоря, оно и должно быть 25. Только ты сидишь и думаешь, ага, 25, хорошо, да, низкая ставка. Понятно, низкая ставка. Почему? Потому что надо придержать полночные руки. Вперед инфляция. Ну, ясно, что с этой инфляцией будут бороться. Хорошо. Задаришь себе простой и элементарный вопрос, а ты под ПИИ-25 готов вложиться. Вот лично ты. Вот я сейчас веду переговоры с одним очень уважаемым инвестором вхождением в очень серьезный проект. ПИИ-25, значит, за 25 лет так носил. Год назад, если мы говорили о ПИИ, где-то, по-моему, 6 или 7. И это казалось вполне разумным, потому что это было не то, чтобы стартап, но бизнес-рисковый. Проходит время, и происходят все те события в мире. Инвестор, у него, скажем так, крепкие причиналы, у человека понимающиеся, он говорит, ничего страшного. Ну, давай договоримся. Ты понимаешь, что я беру больше. Я говорю, да, я понимаю. Ты уважаешь, что я хочу остаться в бизнесе? Я говорю, уважаю. Не уважаю, что уважаю, блин. Окей. Но давайте договоримся, поскольку я не говорю, что я. Тут уже я сижу. Вы говорили, блин, что-то как-то лебец перейдет. В общем, понимаю. Но бизнес-то надо развивать. Инвестор-то нужен. Я говорю, окей. Вот и сам понимаю, по текущей ситуации, правда, я бы вошел в бизнес по ПИИ 4, наверное, да. А по ПИИ 26, по ПИИ 25 не вошел. И по ПИИ 15 не вошел. Понимаете, да? Отдача за 15 лет. За 4 может быть. А ведь каждый сегодня принимает, вот сидит каждый, естественно, понимает, что если я вложусь, то лучше вложиться так, чтобы получить свои деньги обратно с хорошим поживанием. Ну, за полтора года. За год. Ну, вот серьезно. Понимаете? Всегда, потому что в любой ситуации, задавать себе этот простой вопрос. Это нас очень быстро приземляет и дает возможность справляться с любыми кризисами. И с любыми оптимизмами. Приступами оптимизма. И пенсизмом, кстати, тоже. Поехали дальше. Итак, надувание пузырей. Да, еще интересный момент. Пузыри. Друзья, а что такое пузыри? Пузырь такая интересная штука, которая может развиваться бесконечное долго. Это тоже нужно отдавать себе отчет. Почему? Потому что когда надуваются пузыри, приходят пузыри и говорят, что будет плохо. И начинают шаркать рыв. Где-то примерно через энерготического времени рынок выносит, так сказать, на носилках и хладные тумыри. Почему? Потому что начинались шок-квизы. Мы помним, очень хорошо шок-квизы. И на уровне компаний, и на уровне рынков. Когда вдруг рынки улетают, все говорят, как? Ну, пузыри, ребята. А мы же зашартились. Ну, дальше, как и с того старого, они много, но раскладились. Раскладились, только за мной эту зонусть. Я шучу, конечно, но я просто хочу сказать, что пузыри обладают той особенностью, что могут додаваться бесконечно долго. Это просто нужно понимать и идти против рынка, самоубийство. Но, тем не менее, пузыри – это то, что присутствует всегда в этих ситуациях. Негативное явление макроэкономики. Но что мы видели совсем не так? Инфляция – самое простое. Мир сошел с ума. Вернее, как? Никто не сошел с ума. Понимаете, это очень интересный фитомин, друзья. Мир управляется чиновниками во всем и везде. Какая главная задача чиновника? Не важно, что будет через 20 лет, не важно, что будет через 5 лет, важно, чтобы через полгода или там 2 месяца все было хорошо, я был молодец. Поэтому самая главная задача какая – пнуть банки. Чем дальше, тем лучше, чем сильнее, тем лучше. Например, еще напечатать денег. Ну, что делала Федеральная резервная система? Что делала Европейский центральный банк? Проблемы с долгами, проблемы с экономикой. Что мы делаем? Напечатаем деньги, выкупаем какие-то долги, берем эти долги себе на баланс. Ну, инфляция, ну да, будет, но мы поборемся, зато, зато все претели, безработица низкая. А раз безработица низкая, нас будут забирать, все будет хорошо. Понимаете, нет проблем. Ну, безработица – отличная. А инфляция, ну да, что-то тут народ жалуется, да, что-то с тережками ходило, и тережка каждый раз дорожает, да, теперь надо, пожалуй, побороться. И теперь все в силу на борьбу с тережками. Это очень серьезно, друзья. Примерно год назад ситуация стала очень интересной. Мне вдруг звонят друзья из Канады, из Америки, из Европы. Звонит мой старший сын, живущий в Канаде. Папа, ты знаешь, что-то интересно. Обычно я прихожу с тережками, там где-то долларов 300 врачу, в Канаде. А теперь что-то вдруг как-то так, вот то же самое. Я говорю, ну как интересно. Ну как интересно. Интересно, что за этим будет. Ну, акты-то продавали, продавали бабу. Я говорю, ну, там дальше обсуждают, неважно. Я хочу сказать, друзья, следующее. Чиновник по свидетельствам, по ситуации, для того, чтобы у него все было хорошо. И в этом часто объяснение многим происходящих событий. Надо накачивать экономику, ее накачивать до бесконечности. Чиновник, когда не знает, когда нужно восстановиться. Почему? Потому что у него задача, еще одну, ну, пану дальше. И только тогда, когда электорат оборачивается, говорит, стоп, кто-то, кто-то лучше. Что-то нам совсем тяжело стало жить. Тут чиновник говорит, да, надо бороться с этим. Врагом, не щадя же катаспору. Ну, это так, слово. Итак, негатив, появление макроэкономики, проблема на микроуровне, который стал ощущать каждое последнее время, как я уже сказал, инфляция. Но, вы думаете, только инфляция имеет проблемы в логистике? Каждый год назад в другой счете мир выходит из пандемии, а что дальше? Товарь в голову. Ты заказываешь, они идут тебе две метели, три метели, месяц, три месяца. Нет, это невероятно, но это так, подорожали машины, автозапчасти, месяцами ждешь, как тут автозапчасти, это еще было до того как. Итак, геополитика. С геополитикой тоже интересная ситуация, понимаете? Если мы на секунду убираем происходящее с нами, попробуем посмотреть с высоты. Я сейчас говорю, то, что происходит, это боль, это касается каждого, и как только мы узнали вот слово мобилизация, это посылось, уже каждый, каждый ощутит, что это происходит, но мы сейчас секунду забываем об этом и понимаем, что геополитика опять же подваживается под экономикой. В мире начинается проблема. Нужно переключать внимание, это всегда было, есть и было. И начинает искрить везде абсолютно. Обратите внимание, этих искр может быть все больше и больше и больше. Турция, Сирия, Амжир, Марокко, я думаю, что за искрить вокруг Афганистана и Афганистана обязательно, Шри-Ланка, ну и пошло по им. И я думаю, что вот этих очагов будет все больше. Почему? Ну, кто там? Кстати, Германия, Израиль. Вы говорили пока спокойно, не на показ человечества, но в Иране в каких-то проблемах очень серьезно. Самый простой способ найти внешние врага и переключить внимание. Как только начинаются проблемы экономики или социальные проблемы идет переключение на геополитику. Это было, есть, и будет. Окей, пошли дальше. Итак, я сказал, компота, в которой мы с вами находимся, ингредиенты этого компота. Друзья, дело в том, что настоящая ситуация вообще уникальна, и мир не знал таковой никогда. Почему? Потому что пандемия и, соответственно, следующий за ней логистический кризис. Ну, потому что мир стал выходить из этого кризиса. Мы очень хорошо помним контейнер, который стоил, скажем, из Китая в Америку еще недавно 2-3 тысячи долларов вдруг раз стоит 8 или 10. Обратно 2-3. Но вспомните 21-й год. Стремительный рост всех издержек и логистических и просто время ревентарное поставки всего, чем угодно. Все смело, все смешалось. Логистический кризис. Печатаны и напечатаны огромные массы денег. 4 триллиона ВРС, 4 триллиона евро ЕЦБ. Не отставали ни Банк Канады, ни Банк Англии, ни другие Центробанки мира ведущие. Так вот, гигантская напечатанная масса денег, она пребывала естественно, не могла не привести инфляцию. Инфляция ввечена. Но проблема в том, что инфляция относилась не только монетарной характери, но и не монетарных характеров. Вот сегодня мы написали заметку в вашем канале проявить. Ну, часто говорят, был легкий степень, ну, знаете, утром, субботу, нахуй, 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 нахуй. Вспомнил, кстати говоря, одну сцену, когда-то начали советовать директоров на птицефабрике. Я был просто когда-то, да, хорошо, извините, рука бойцов колоди устала. Да, я согласен, извините. Так вот, был когда-то эпизод «Моя жизнь», я получил советую директоров одну птицефабрику. и хозяин этой птицефабрики всегда подозревал генерального, что он у него ворует. Ну, где-то справедливо, где-то нет, неважно. И вот была одна тусовка, где он сказал, ну, вот, расскажите, как воровать у меня яйца. А он говорит, прекратите, говорит, искать. Ну, ну, тусовку тихо, ну, так, что все услышали, услышали, прекратите, говорит, искать свои яйца нехватка яиц в Великобритании, ну, тут, извините, бульная фантазия, ничего не могу с собой сделать, характер такой. Так вот, друзья, проблема-то не в этих яйцах, а проблема в том, что нехватка яиц, нехватка кормов, соответственно, новый итог инфляции в продовольствах. Понимаете, и мы вдруг начинаем понимать, что инфляция носит совсем, это не только монетарный характер и методами, которые сегодня работают в Центробанке, а именно QT, иначе говоря, конечное ужесточение, изымание ликвидности с рынка, с одной стороны, и мы знаем, что американцы это делают варенку 90 миллиардов долларов ежемесячно, а с другой стороны, постоянное поднятие ставок и, следовательно, сжимание спроса на деньги и на все. Ты сжимаешь спрос. Может быть, мне не поможешь, потому что у тебя возникают тут же проблемы дефицитов, логистические проблемы, и выясняется, что ты вытаскиваешь из болота голову, но связан начинать без этих хвостов. Почему? А потому что ты живешь в этом интереснейшем комфорте, в котором совершенно непонятно, что делать дальше. Итак, поехали. Инфляция. Ужесточение денежной кредитной политики. Но ужесточение денежной кредитной политики это что? Рецессия. Рецессия, которая бьет в голову. Что такое рецессия на микроуровне? Это безработица. ФРС говорил, ребята, все очень хорошо. Рецессия, ну, помните первый квартал, ну, какая там рецессия, боже упаси, ну, какая рецессия, говорит старая бабушка ельки. Вообще, какой рецессии можете говорить? Если у нас рынок труда в порядке, рынок труда в порядке. На секундочку забываем про меры, возвращаемся в Россию. Мы видим цифры по безработице и каждый говорит, да, безработица у нас в порядке. А почему? А потому что считается оно очень творчеством. Ну, например, в регионе есть некое предприятие, да? Вы хозяин этого предприятия, а оно многообразующее. Вы хотите уволить людей. Ну, вы понимаете, что вы стали уволить. Вам придут правильные ребята, правильные организации объясняют, что не надо, не надо, так сказать, возбуждать социальную напряженность. Давайте неполный рабочий день, давайте так, ну, пожалуйста, не надо. Мы это знаем отлично. Если мы говорим про статистику по труду, она очень сильно искажена во всем мире за счет, прежде всего, пандемии. Господа, пандемия кардинально изменила этот мир, и статистика еще не осознала этого. Привожу простой пример. У моего сына, про которого я уже говорил, есть подруга. Замечательная барышня, которая ходила каждый день на работу. А теперь она перестала ходить на работу из пандемии. Сидит прекрасно дома и работает оттуда. Это знаете, сколько это сейчас? Она работает из дома, делает свои проекты и зарабатывает на свою копейку. Она вроде как безработная или нет? Что изменится? Вот, допустим, начинается безработица. У меня просто пиши заказы. Я знаю кучу людей в той же самой Канаде, которые занимаются строительными, ремонтами. Они мне показывают ситуацию год назад. Ну, в Канаде также, как в России, популярно для строительной яморки. Когда ты, допустим, хочешь купил дом, и ты хочешь сделать какой-то ремонт. Окей. Ты приходишь на строительную яморку, подбираешь материалы, ты с своим дизайнером, все абсолютно как у нас, друзья. Поверьте. Так вот, мне показали кадры прошлого года, все лютно, все бегают, суетятся. Ну, как обычно мы привыкли, да? И это вот тишина и пустота. Вы думаете, сейчас работники у тех компаний решили срабатывать? Нет, они просто перевели на неполный рабочий день. Весь мир примерно такой же, понимаете? И увольнять, вот так вот, пожалуйста, они говорят не будут, скорее переводят на неполный рабочий недель и так и так. Но, это время. Потом, потом мы увидим, что все равно будут увольнять и другие события. Так вот, ужесточение денежных кредитов и политики, подъем процентной ставки неизбежно приводит к росту, вернее, к снижению экономической активности. Это неизбежно, потому что у вас кредиты дорожают, платежеспособность предприятий падает. И очень важный момент, друзья, мы, собственно, собрались здесь не только послушать вот эту замечательную лекцию на тему, как все стало плохо, ну и как там кто считает все. Как менять этот акцент, к этому перейдем. И мы понимаем, что нужно все пересчитывать. Все понятия и абсолютно все мультипликаторы по-другому к теме относится. Об этом мы говорим чуть позже. Итак, сокращение больших компаний. Вроде как, цифры по безработице прекрасные, но мы ведь кто в Майкерсофт сокращает кого-то, то это объявляет, что больше никого не берет на работу, то кукол там увольняет, то самое крупное в мире публичное не террористическое организация. Тоже кого-то увольняет в лазере. Николай Чипа не подъедет. Нет, мы им суперпеки не новим, так что так, его надо. Или кто-то по-другому выходит. продовольственный кризис. Нет, я просто не езжаю на Фейсбук, потому что терпеть не могу и методологию как они выкладывают материалы. Ты никогда не знаешь, кто получит, как получит и так далее. У меня просто зубы это выротаются. Кусаются. Ну, это я же шокаю. Смотрите, продовольственный кризис. В действительности, друзья, мы еще не осознали эту проблематику. она на нас присутствует. У нас продовольственный кризис вызывает рост стоимости отдельных товаров. И только благодаря тому, что у нас самая крутая экономика, достаточно высокие барьеры, многие товары, обратите внимание, брошенные цены, например, на зерно, не будут сильно дорожать. Падает платежеспособность вашего населения, поэтому способность. В итоге, ну, не будут очень сильно расти цены на многие продовольственные товары, особенно вращенные здесь. Поэтому у нас кризис меньше. А вот что будет со странами типа Пакистана, Египта, той же Шельбанки и так далее. Там рост на продовольствие это очень серьезно. А с чего началась арабская весна 10 лет назад? Мы помним. С рост цены на продовольствие. Морал. Ну, делаем выводы, что 23-й год это будет социальное потрясение и все вокруг этого. Потому что это будет не может иначе. Потому что растут издержки. Потому что это растет стоимость зерна. Ну и так далее. Растут стоимость корня. Так что это, к сожалению, цепочки, которые будут вызывать одно, другое, 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 другое. это, с одной стороны, правда, а с другой стороны, надо понимать, как работает мировой зерновой рынок. Торгуют крупнейшие мировые зерновой рынки. Они торгуют по очень простому принципу. Вот есть корабль, вот есть покупатель, вот есть заявка. Вот заявка готова, например, платить и шлиться. Окей, корабль идет и шлиться. Тут ничего личного, тут никакой политики. Просто заплатят и тут получат. Но а крупнейшие страны, естественно, не могут заплатить. Минцы не направлены политикой, это просто экономия. Либо кто-то должен субсидировать одно бедное страну, либо оно будет так, к сожалению. Ничего с этим не поделаешь. Это очень серьезный вопрос, касающийся уровня всей нашей земли. Но это к слову. Итак, я сказал про компьютер. господа, логистика, продовольственный кризис, геополитика, рецессия, которая возникает из-за ужесточения денежной кредитной политики, рост инфляции, который приводит нас к этому, энергетический кризис. С энергетикой это вообще анекдот. Вы же понимаете, что энергетический кризис, многие говорят, вы знаете, это все сознательные действия. Где-то да, где-то нет. Вот скажите, посмотрим ситуацию, например, с тем же газом в Европе. Ну, европейцы что сказали, а зачем нам дорогой долгосрочный российский газ, вообще Россия нас вот тут сейчас диктует. Нехорошо, отлично, вы строили терминалы, придет газ свободы, дороже, дешево, не важно, у нас будет гибкость, у нас будет хорошая банка. Китай выходит из сна, имеется ввиду пандемийного и заказывает газ, гигантские объемные. И эти гигантские консервные банки, которые по размеру во много раз больше. Они беспокойные, ну, да, потому что больше платят. Это экономика, это не политика. Европейцы говорят, ой, Газпром говорит, пожалуйста, в газочной поставке ставим, а все остальное по спорту, ну, извините, нет. Политика, не политика. Я сейчас не хочу это обсуждать на мой случай. Понятно, что здесь опять же все смешалось воедино. Кто-то использовал ситуацию, цена на газ полетела вверх. В итоге зеленая энергетика. Мы же помним, с чего начал Байден. Байден начал с простой вещью. Он сказал запретим вот этот газопровод, извините, нефтепровод из Альберта, потому что нефть это нехорошо, и вообще не надо на эту канадскую. Это же был гигантский проект межамериканский. То есть из Канады должен был идти мощный из Альберта нефтепровод. Пришли демократы и сказали, не надо у нас зеленую энергетику, все будет хорошо. Итог. Ценные энергоносители прилетели вверх. Нефть, газ. В итоге Европа, которая говорит да здравствует берегуру, Томбер старается топить все углем. И уже это приходит на дрова. Ну, это нормальная ситуация, потому что экономика не требует ни терпит не волюнтаризма, ни непросчитанных решений. Кто ты этого хотел? Может быть кому-то это и нам. с другой стороны возьми это просто цепочка определенных событий, потому что не репевоид, как я могу рассказать, ни кто-то другой, ни какое-то мировое правительство к этому возле отношений не нет. Хотя мы иногда бывают разные решения. Несколько. Итак, все это замечательно, но мы с вами не поговорили еще про одну вещь в этом компоте. Долговой на рельсе. Друзья, это очень важный момент, о котором стоит поговорить отдельно. Почему? Потому что все то, что происходило ранее, был кризис ликвидностью 2020 года. У нас с вами был кризис Дот-Ом. У нас всегда возникли кризис недвижимости в 7-8-9 году в Америке кризиса прайма. Но так, чтобы смешалось все воедино и геополитикой, и социальной проблемой. Мы помним, с чего начался 22-й год. Казахстан. Вырастет цены на газ, честно, социальные проблемы. Вообще геополитики ничего не связаны. А вот с чего начался год. Заискил социальные проблемы. Итак, вот этот весь компот, он еще осложняется тем, что мировые центробанки накапливали долги, государства накапливали долги, домохозяйства накапливали долги, корпорации накапливали долги, весь мир накапливали долги. А вот что будет дальше, самое интересное, сейчас я расскажу про другую вперед, но повернусь. А вот долговая накаплива сравниваем 19-й год и соответственно середину 22-го. Вроде бы ничего особенного, только друзья, мы видим интересный момент. И в Китае госдолг вырос примерно процентов на 20, и в Германии, и в Берецке, которая уже выше процентов ВВП, и в России, но у нас микроскопически правильно, как говорили, у нас маленький госдолг. Долги США здесь на 120 процентов в действительности они просто как считать муниципальные долги, но это отдельная история. Еврозона все потихоньку выросло, но одновременно с этим выросли долги корпорации и выросли долги домохозяйства. Корпорации домохозяйства в отличие от государства уладают одним интересным, одной интересной особенностью. Деньги не умеют печатать, ни задачи. Так вот, это серьезная проблема, господа, потому что в действительности за последние годы долг вырос где-то примерно на 20-25 процентов но самое важное это не рост долга, а это возможность обслуживания этого долга и по мере роста процентных ставок мы с вами приходим в ситуацию, когда огромное количество корпораций будут вынуждены подкрутиться, потому что давайте опять же забудем мир, где-то относительно низкие процентные ставки, хотя, кстати говоря, говорить о низких процентных ставках, когда мы говорим в американские ипотеки уже под 9% на 30 лет, это уже серьезно, господа, переменная ставка, меня многие упрекают, вот вы пишите, а вы знаете, что большинство в Америке или в Канаде берут фиксированную процентную ставку, да, это правда, только многие забывают, что эта ставка все равно раз 5 лет пересматривается, и это очень хорошо знали, потому что опять же, что тот же мой старший сын решил стать 銀тиводецем, купил себе дом, говорит, папа, цена дома выросла, все классно, на Экоте выросла, могу еще новую купить, банк дает кредит, по моему Экоте, ну, банк его еще полумиллиона дал, за миллион купил неплохой домик, домик выросла, стоит теперь 2 миллиона долларов, реально, окей, папа говорит, у меня мои полумиллиона еще миллион выросших, у меня полтора миллиона Я эти подмеки могу взять еще полумиллиона, так, 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 и попить еще чего-нибудь, сейчас буду сдавать, все будет классно. Пока доставочек переботеку, то на слух. И вот ставочки-то у нас возвращаемся, ну, секунду. Вот так, превращаем. Так, что-то я его туда иду. А, нет, ставки. Секунду. Зверь не слушается. Сейчас мы его вернем на место. Это зверя, да. Так вот, ставки-то у нас с вами, друзья, растут, причем очень неплохо. И мы видели недавно стремительный рост доходности по облигациям уже банка Ант. И мы видим, что практически с нуля здесь уже 4%. А мы видим, что, например, в Америке того будет больше. Обещают нам уже 5%. А что это значит, что не забываем, друзья? На секунду уходим от того, что процент, 4%. Вы знаете, какая у вас разница? Есть какие-то нюансы. Посчитайте. Вы взяли под дом кредит. Вот конкретно вы взяли кредит на полмиллиона долларов. На миллион долларов, да? И ваши жильцы вам платят денежки. И эти денежки, когда вы платили по ставкам полтора процента годовых, два процента годовых, ну, они как бы балансировали. Ставка для вас в 2 раза, 2,5 раза. Это значит, что вам придется платить намного больше. И у вас, извините, персональные деньги не сойдут с принципиально. Понимаете? То есть то, что вы получаете от своих жильцов, и то, что вы платите, не сходится. На секунду, как я уже сказал, переходим из Америки в Россию. Компания из сектора ВДО, какая-нибудь лизинговая компания, страховая компания, недавно еще занимала деньги. Много занимали. Классно занимали на рынке ВДО, по-моему, это был 19-й год, 20-й год. Под ставку, ну, например, там, не знаю, 12-14-15, там, занимали. И еще, я помню, приходили ко мне друзья, там, руководители, есть у него компания, же они помогли продать наши облигации по 13 годовых, классно. Рынок, в этот момент, это 8-9, ну, почему неплохая доходность, зная их компания, зная, как они хорошо работают, мне, честно говоря, было не страшно их покупать. Реально, кстати, до сих пор платят. Но, скажите мне, а вот в нынешней ситуации, или ситуации, тем более, которая была полгода назад, как он может занять? А если у него подошел срок оплаты этих облигаций, банк ему не даст, у него нет возможности чего-то заложить, он должен пойти и рефинансировать свой долг. Под 20, 25, ну, это большой вопрос. Я однажды пришел к этому, так сказать, товарищу, говорю, слушай, ну, вот нужно людей будет кредитовать. Это ведь не вопрос, 25% в месяц всем дал. Но я понимаю, что он немножко шутил, такой цимичный, ну, цимичный смех. Но ведь в реальности, правда, сейчас никто не готов кредитовать кого-то дешево. Ну, то есть крупные банки готовы к крупным бизнесам, а относительно небольшие стихи бизнеса, вы думаете, но как в России, то же самое на Западе. Соответственно, мы с вами понимаем, что рост долговой нагрузки и одновременно резкое снижение возможности обслуживать эти долги, во-первых, за счет роста процентной ставки, во-вторых, просто за счет умывания ликвидности, говорит оно о том, что в общем-то перейти большие проблемы. То есть, господа, мы с вами вошли в точку, в которой вот все это перемешалось, и любые действия Центробанка, с одной стороны, например, которые идут напрямую с инфляцией, привозят, привозят нас в падеж экономики, в падение серьезной экономики, которую мы еще с вами не видели. А почему мы с вами не видели? Есть идеи? Господа, это очень просто. Опять же, перенесемся на наш с вами персональный номер. Вы руководитель бизнеса, вы, скажем, человек, который владеет малым, средним предприятием, у вас есть деньги, у вас есть заказы. Вы что, будете сейчас всех сокращать, вы только-только с трудом набирали. Более того, знаете, какая самая главная проблема? Проблема, в которой сталкивается каждый руководитель бизнеса. Не найти специальности. Не найти качества самолета, только с трудом. Я нашел, может, ладно, я нашел, вот это я, наверное, сейчас сокращу вольду. И вдруг ты смотришь на ситуацию, и говоришь, что мне делать? Увольнять всех тех, кого я брал, я платил их хантером, я нанимал этих людей. Понимаете, действительно дефицит рабочей силы. Меня опять увольняют, говорят, я лучше подожду. А вдруг? Это вдруг работает не только у нас, оно работает во всему миру, господа. Поэтому попытайтесь всегда некоторые ситуации упрощать. И вам это многое даст на понимание. Упрощение ситуации имеется в виду. Поставьте себя на место руководителя большого среднего бизнеса. Кадры, кредиты вы взяли, у вас программы. Увольнять людей, разрывать контракт, это сложно. Но лучше просто подождать. Экономика на инновационную. Медвижка, кстати, еще более. Поэтому многие предпочитают сегодня не тратиться. А вдруг? А вдруг по-вдругу? А вдруг по-вдруг по-вдругу по-вдругу не пройдет. Пойдемте, пожалуйста. Итак, мы видим резкое поднятие процентных ставок. И особенно это было интересно на примере Листрас, которая решила махнуть шашками. Листрас, которая сказала, ну, перенесется на секунду в Англию. Все знают, что там произошло. Не хочу долго комментировать. Просто вот такой неосторожный подход к экономике по принципу. А давайте сделаем всем хорошо. Ну, и мы добрые, хорошие женщины в двух полях. Давайте займем побольше и дадим людям пособие, чтобы они не так страдали от роста цен на энергетику. Итог. Долги Великобритании стремительно взлетают на доходность, падают по ценам. И практически начинается такой жесткий долговой кризис в Великобритании. Вдруг пришлось сейчас жопать денежную политику, и мы видим, как рванула инфляция уже 11%, более 11% в Великобритании. В Великобритании 11%. Пойдемте дальше. К сожалению, мало времени. Поэтому некоторые слайды просто проскативаются. Про безработицу мы с вами же говорили. И один из первых признаков рецессии – это именно ситуация с безработицей. Мы видим, пока нет всплеска. Единственное, в еврозоне. Но опять же, это традиционно. Мы знаем, что очень высокий уровень безработиц именно в Южной Европе. Поэтому фокации такие вот эти, меня не пугают. Но мы понимаем, что это начало, друзья. Это начало. Дальше будет хуже. И для борьбы с безработицей, что нужно будет делать? Создавать рабочие места. Что такое создавать рабочие места? Ну, если вы ему не дали понижать процентную ставку. Давать негодные кредиты бизнесу. Выкупать долги. Поддерживать бизнес. А что с инфляцией? Нет, нельзя. Инфляция пойдет. Нет, ну надо спасать бизнес. Шаг в этот, как называется, цук-сван. Куда не пойдешь, везде пустя на мате. Что они еще? Хорошая мысль. Я боюсь, что специалисты по недвижимости будут возражать. Хотя они тут же разберутся и сделают вам хорошие арендные ставки. То есть, хотите с собой комфортабельно, хотите огонечек на правильном месте. Это будет чуть подороже. Но зато трехкомнатная пещерочка. Хотите? С отдельными выходами. Двумя зовут вами. Итак, пошли дальше. Рецессии. Мы знаем, что они бывают V-образные. Мы видели с вами 20-й год. V-образная рецессия. L-образная. Но самая страшная L-образная рецессия – это Япония. Потеря на десятилетие, когда рынки не росли. Экономика стагнировала. Хотя Японцы жили не так шепуха, надо сказать честно. Какая будет у меня ситуация, чуть вернемся. Поэтому нам об этом поговорим отдельно. Это очень серьезно. По поводу ликвидности. Да, Центробанки всего мира начинают понижать уровень ликвидности. Но, господа, вы знаете, есть один индикатор, очень серьезный, о котором все забывают. Год назад федеральная резервная система проводит эксперимент и говорит банку. Ребята, вот есть репо, который я у вас, как вам предоставляю ликвидность, вам не хотят ценной бумаги. Я вам там практически под ноль даю ликвидность. Окей. А давайте сделаю обратный репо. Давайте я у вас буду брать ценные бумаги. Говорит, у вас буду брать ликвидность, если хотите, давай я у тебя бумаги. Короче, давайте сделаем обратный репо. Почему? И выясняется потрясающая штука, что при нулевой ставке стоя по федеральной резервной системе сделать ставочку по обратному репо 0,05%, им тут же натащили триллион долларов. Система задыхалась от того, что не стали банкир куда вкладывать деньги. Так вот, в настоящий момент объем этого репо составляет порядка двух триллионов долларов. К чему я это говорю? А к тому, что когда мы с вами утверждаем, что в какой-то момент ФРС остановится забирать ликвидность системы, мы должны вот на этот индикатор смотреть. Индикатор обратного репо. Когда действительно банки начнут изымать из ФРС, помните, что сейчас ставка выше, ну в том же ставке все принялись, и в том числе по обратному репо. Но когда ФРС действительно отрапортует, что ребята, да, действительно стали забирать обратное репо уже полтора триллиона, триллиона, всего пятьсот миллиардов каких-то вшивых. Да, мы должны сказать, что да, действительно, они, наверное, скоро становятся. Потому что ликвидности все сильно маловато, сегодня много. И это, кстати говоря, для многих ответ на вопрос, а че ж при такой-то ситуации жуткой рынки-то не упали. Нам же предвещали многих, рынки должны упасть. Я сам говорил, кстати говоря, говорю по-прежнему, что СНГ будет 3200. Но надо быть реалистами, если мы видим, что ликвидности достаточно у фондов, у банков. Есть деньги, они готовы под небольшой процентик сверх обычной ставки отдавать обратно Федеральной резервной системе. Много, много денег. Другое дело, господа, мы должны отдавать себе отчет, а где много денег. И у нас в кармане. Это очень интересный момент. В системе, но у нас в кармане мало. Падает покупательная способность населения, но очень высокая ликвидность банковской системы. Поэтому говорить о том, что, например, американская банковская система, как некоторые нам предвещают трубки, рановато пока. Может, очень хочется кому-то, но рановато. Европейская, это немножко похожая ситуация. И похожая заряда банков, такие как «Кредитсвиз». Да, мы знаем эту ситуацию, но я думаю, что вы вернутся. «Кредитсвиз» — это тот принт, который называется «Тубик Туфейл». Мы знаем, что их косяки, мы знаем, какие ужасные вещи они делали, но, скорее всего, ни Швейцария, ни Евросоюз не допустит графа «Кредитсвиз». Либо этот банк будет куплен, либо это «Допромиссия» пройдет. Это, по сути, одно и то же. Тут будет размыт акционер и добавится многое. Но ликвидности, скажем так, это добавят, и, скорее всего, ничего страшного не будет. Никто не допустит графа «Кредитсвиз». Пойдемте дальше. Да, действительно, ликвидность будет снижаться, но есть еще один интересный индикатор, который я хотел, чтобы вы обратили внимание. Вот это справа. План по объему выпусков, выпускаемых казначейских облигаций в США. Друзья, дело в том, что один из секретов, почему в 2021 году все было так отлично с любительностью, федеральное казначейство американское мало занимало относительно. Все мы знаем, что весь долг американский, он огромный. Он буквально через несколько недель дойдет до 31,4 триллиона долларов. Это много, реально много. Правда, когда мне говорят, что это катастрофа, я говорю, что пока доллар остается единственной, по сути, резервной валютой мира, он еще напечатает, и мы создаем с энтузиазмом, будем покупать новые долги. Вопрос в том, какого размера шоу будет, когда республикации начнут мешать демократам, демократам, так сказать, делать новые долги, вот это будет шоу, это обещаю. Мир можно потрястить. Это будет очередной, так сказать, мир не дадим. Как-то, мотережь, в мире есть много, мир. Будет у вас влагдаун, нет, у нас не будет влагдау. А давайте договоримся. Но это как периодически там, если у тебя есть бизнес, есть партнеры, вспоминаем подарки с этими партнерами. Например, вот так же самое. Только еще и быстрее. Так вот, в 22-м году объем завистований пошел расти, в 23-м будет еще выше, и, наконец, в 24-м году почти 34 триллиона долларов нужно рефинансировать. А вот это уже серьезно. Вот это, кстати, серьезно. Вот за этим надо смотреть внимательно. Пошли дальше. Об этом мало говорят, но вот эти индикаторы будут довольно скоро многие обращать внимание. Наверное. А я не сказал, что оно критическое. Понимаете, давайте так. Я у вас постоянно изымаю деньги. Ну, изъял раз, у вас есть деньги, два, чуть больше, еще чуть больше, еще чуть больше. Но, понимаете, каждый год примерно триллион, два триллиона изымаются больше. Надо привлекать, просто рефинансировать. Да, вы правы, на таких числах это лишний, ну, сколько там, 7, 8, 10 процентов. Согласен, они будут печатать. Но в какой-то момент вы начинаете вдруг видеть при текущих ставках, что у вас все большая часть бюджета, все большая, все большая, идет на рефинансирование долгов. Понимаете, вот в чем проблема. Проблема не в статике, проблема в динамике. Вы абсолютно правы. Так, ерунда какая-то здесь, 28 триллионов, тут 34 триллиона, то к нам легко с триллионом не бросаться. 21-й год, 28 триллионов, 24-й год, сколько там уже, 34, извините, 6 триллионов долларов. Мы говорим ужас-ужас, когда на балансе ФРС забежали случайно 4 триллиона. Поэтому нет, друзья, это серьезно. И в какой-то момент вот этот рост объема заимствования начнет влиять и на рынок, и на ликвидность. Потому что что такое заимствование? Опять же, это из-за момента, понимаете? Это из-за момента некосистемы. Я сдействовал на институт, я вхожу, говорю, дайте. Брэн говорит, хорошо, на тебе там, допустим, 10 лет, где они сейчас, 3,6, на тебе по 3,6. Прихожу через год. Допустим, даже ставки те же, но ликвидность меньше. Извини, касательно, по 3,9. Еще дальше, по 4,5. Только что такое доходность отрижалей? Доходность отрижалей – это бенчмарк. Значит, и кредиты дорожные. Понимаете, все сразу пересчитывается. И в какой-то момент ты смотришь на облигаций американских, надежных компаний. Ты инвестировал. И говоришь, что ж ты? А в короболе, где-то белых тапочках, все эти дивиденды. Вот я сейчас сидел вчера с одним очень уважаемым клиентом. Он сейчас параллельно мой, противочень, хорошо зарабатывает. Мы зарабатываем, кстати. Ну, мы с ним сидели. Вот, говорят, у меня несколько миллионов долларов ты попил. Чего это? Я говорю, слушай, а тебе риски нужны? Да нет. Я говорю, ты сколько в месяц тратишь на жизнь? Ну, так, богатый человек, тысяча, 40 в месяц долларов. Завечай, говорю, вот разместили. Тебе под 7 годовых нормально? Да, шикарно, в добрых. А что будет? Так можно? Кстати, про нашу жизнь. В последнее время я все чаще и чаще слышу. А что так можно? А что можно надежно разместить под 7 годовых? Раньше было нельзя. Сейчас я не скажу, что это супернадежно. Это все-таки банды рейтингов WB, WB- и плюс и так далее. Это не 3,5. И тем более, ну, проби-певикса, конечно, с которым гигантский долг, высокая ставка. Там 3,5 плюс, по-моему. Просто потому, что это рейтинг-певикса. Ну, это один разговор. Так вот, у вас огромное количество облигаций, весьма неплохие. Кстати, Ниссан. Хорошая корпорация служит под 7 годовых. Ты под ВАЗ, 7 с чем-то годовых. Вот я ему говорю, смотри, а зачем тебе арестовать, зачем тебе акции? Он говорит, давай, сейчас я куплю, там, Акрософт, да. Ну, там, вот эти корпорации. Они же со мной вырастут. Я говорю, вырастут? Я говорю, вырастут? Я говорю, зачем? У тебя, вот, гарантирует, не тик-так, каждый месяц. Как будет твоей кончик? Под 7 годовых, да, посчитай. Он говорит, слушай, так я уже все, что заработал в этом году, ну, хорошо заработал, мне хватит, чтобы безбедно жить достаточно долго. Я говорю, да, вкладываешь облигации на 5-7 лет, ну, на 5-7 лет, и вообще о чем-то забываешь. Я говорю, ну, тебе все пришло. Понимаете? Это, я говорю, на микро уровне. Вот так сейчас смотрят многие. Многих, кто не может себе позволить рейтинг, там, B+, или, там, добавление минус. Говорят, окей, я возьму облигации, рейтинг, или, там, A+, и у меня будет 4 годовые. Или депозит в хорошем банке сейчас дает 4 доллара. Тогда вы говорите, зачем мне рынок акций? Тогда возникает вопрос. Один, другой, пятый, десятый, двадцатый отходит от рынка акций. Что у нас получается, что у нас получается приятно. Это как слово. Я ответил на вашу вопрос. Я не мог пройти. Пошли до того. Господа, а вот теперь мы переходим к собственно говоря... Друзья, сколько у меня сейчас времени еще есть? Только честно. Две минуты особости. Давайте 12. Одиннадцать тридцать лет. Поехали. Итак, друзья, смотрите. Есть некоторые вещи, которые принципиальные, которые мы должны понять с вами. И выйти из этого зала с пониманием, где у нас возможные точки проблемы. Долги корпораций. Мы как оцениваем долги корпораций, ребята? Мы оцениваем долгие беда на компонентах, да? Долгие беда, но это статические показатели. Мы смотрим долгие беда, например, таких компаний, Роэлд Гриндер 26. Мы все понимаем, долгие беда 26 по банку. Банк, Роэлд. Боин, одиннадцать. Боин, понятное дело, что способен. Но это результат пандемии. ITMT, ЧПР. Это, к слову, многие говорят, что IT все замечательно. Почему же акция стоит? Вот почему. Долговая нагрузка, четверка, четверка, это много. Господа, в чем проблема и лукавство этого показателя? А в том, что долг по беде абсолютно, а ебеда по беде относительно. Сегодня у вас купали продажи, сегодня у вас снизилась летабельность, сегодня у вас возросли затраты, и выясняется, что у вас долг к ебеде был 2, и вы были на хорошем счету банка. У вас через год долг к ебеде, например, 6. Был 2, и выросли затраты, и снизилась, ну просто это ничего трагичного. Вы по-прежнему прибыли. Просто долг к ебеде 6. И у вас летят комбинанты по кредитам банки. И банки к вам приходят и говорят, слушай, красавец, ну что лично деньги вернули? И вы садитесь, и вы банкрот. Вот что проблема. Поэтому, когда я говорю, что долг к ебеде, мы смотрим на это, но мы смотрим в динамике. И понимаем, что это будет в динамике. Там гораздо все может быть хуже. По-разному, вы говорили недавно еще, что нет корпорации, например, тех же КАМАЗов, шикарно. Но проблема в том, что и у нас в МТГ считалось. И мы говорим, вроде КАМАЗов уже есть сейчас огромные заказы. Понимаем, почему КАМАЗ гигантский должен иметь заказы. Но мы видим проблемы с машинокомплектами. И вот уже КАМАЗов, я ничего не хочу сказать, я с огромным важным отношением к этому предприятию. Вы просто, я вижу цифру 4,7. Да, 4,7. Что будет дальше? Ну, наверное, только миссии придется делать. Ну, как? Деньги надо в систему, долг, менять на акции. Что-то такое надо делать. Так, ну это ладно, мы проскочим. По России тоже, конечно, сможет усугубиться. Мы проскочим. Это отдельный разговор, который будем, наверное, поговорить чуть позже. Значит, я бы хотел обратить внимание, друзья, на несколько вещей, о которых вот просто нельзя не поговорить сегодня. Смотрите, почему я закладываю в наших моделях то, что рынки должны просесть. Почему я говорю о том, что несмотря на то, что ФРС снижает процентную ставку в будущем, мы уже видим, что для начала соглядляет политику свою агрессивную. То есть, вроде как все хорошо, 0,75, 0,70, 0,5. Ура! Какое счастье! Господа, поднятие на 50 пунктов. Это много. Радуется рано. То есть, у нас скоро будет 4,5, и многие говорят, что можно дойти до 5 и выше. Посчитайте, какая будет ботека по 30 лет. Это много. Понимаете? Поэтому ничего еще не закончилось. Это первое. Второе. Когда мы с вами поднимаем процентные ставки, мы должны понимать, что есть такая интересная штука. Это свободный денежный поток и DCF-модели. Дело в том, что, друзья, каждый нормальный аналитик, который серьезно знает, что такое анализ компании, он понимает, что есть ставка дисконтированная, через которую он оценивает будущие денежные потоки. Таким образом, считая, сколько цен акций, при росте процентной ставки он должен моментально пересчитывать все показатели. Поэтому, господа, уверяю вас, что по результатам, во-первых, третьего и особенно четвертого квартала будут пересчитаны показатели и рейтинги будут пересчитаны по большому количеству корпораций. Значит, это не может не изменить расстановку вещей. Все аналитики спрашивают, что это дорог. Мы сейчас говорим, он дешевый, но балл. Это не скажем дорого. Мы должны это понимать и учитывать. Это будет. Дальше. Интересная вещь. Я уже говорил, стоимость долга, она растет. Мы должны это учитывать. Потому что у нас, допустим, даже не сильно меняется долговая нагрузка в предприятиях. Допустим, даже долги в виде останутся тот же. Но мы должны понимать, что каждый месяц, каждый, там, если, так, квартал, по мере роста процентной ставки в Америке, даже крупные корпорации будут сталкиваться с тем, что это не все сложнее и сложнее. Приберется рейтинги на целом свои долги. Занимать подвозкают. Ну, им надо гасить облигации. Смотрите, какие облигации гасятся. Как далее гасятся. И есть ли у них в кассе достаточно средств для того, чтобы... То есть, краткосрочное уважение, дочек, говоря. Анализировать баланс. Друзья, это очень важно. Понимайте, собственно говоря, есть ли у предприятия возможность быстро рефинансироваться, не привлекая генератору. А если нет, надо понимать, что они будут привлекать по еще, и еще, и еще более дорогие деньги брать. Все это будет приводить, опять же, друзья, к снижению цены компании. И, соответственно, просто долговые нагрузки по предприятию будет приводить в итоге к дефолту. Потому что, как оно будет происходить? Смотрите, аналитики понизили целевую стоимость. Приходит агентство типа S&P, Fitch, Moody's и так далее, и говорит, минуточку, 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 разменилось все, а давайте мы понизим рейтинг. Что будет дальше? Дальше понижение рейтинга приводит к тому, я уже говорил, в мир руководят чиновники. Чиновники администрации тоже, они рулят фондами. Чиновник приходит, говорит, ой, а у меня по декларации я могу вкладывать, например, только в 3-б минус. Все. В W-плюс, а переоценили компания, была 3-б, а по стиму стало 2-б, а в W-плюс. Ничего не изменилось, но СРБ сказал, знаете, ну как-то утрезки возрастают. Что должен сделать чиновник администрации? Продать, что отравить? Если он продает, акции падают. Акции падают, акции часто заложены. Долги падают, потому что они тоже выступают залогами. Могут начаться цепочек. Я этого боюсь, друзья. Я думаю, что в какой-то момент, я не могу сказать, когда я таймингу не торговлю, хотя иногда при торговлю. Так вот, ну просто прикольная жизнь такая. Тем не менее, я думаю, что мы увидим начало года весьма не назначенный источник зиму фондового рынка. Потому что вот все эти факторы, о которых мы говорили, они начнут закладываться многими. Сегодня все говорят о том, что ура! Рынок сегодня на завтра. Завтра на мыслезавтра. Давайте думать, что будет дальше. Вот это важно. Если говорить о том, как надо управлять своими деньгами, вы должны думать не о том, что через неделю, через год. Потому что сейчас все говорят о том, что ФРФ ура! Меньше пробит экономика. Думает о том, что уже, наверное, надо замедлять подъем ставок. Друзья, это уже в цели. Это уже в цели. А вот что у нас будет в цели завтра? Наверное, снижение ставок. Наверное, пересчет коэффициентов. Наверное, пересчет моделей дискотирования. И прочее, прочее. Пересчет свободного денежного потока. И пересчет долговой нагрузки. Только, господа, я не остался налогами корпорации, просто чтобы вы на секунду осознали глубину управления. А теперь представьте себе, корпорация эта живет не в безвоздушном пространстве, не важно, чем она сломается. Торгует подвозниками, более-менее стабильная бизнес. Хотя рождались, наверняка, может снижаться. Женщины, наверное, не опорныши. Когда чувствуешь, что с экономикой не очень, обычно не очень торгаются. То есть, где-то, где-то, где-то. Но, например, это видите, по целому ряду позиций. Строительные материалы, где-то будут отжиматься. И так далее. Пойдут смысления, в производстве, придет рецессия. Вот как это будет оборачиваться? Где он доказал, как это будет происходить на фондовый? И что будет? Пойдемте дальше. Вот мы с вами сталкиваемся с тем, что он пересчет вот с префициентом вкладе. И если вдруг мы увидим, что долги введения по многим компаниям зашкаливают за 5 и выше, знайте, что будет пересчет рейтингов этих компаний. Вот смысл этого света. Еще один очень интересный момент, который, в принципе, истекает из того, что я говорил. Мы с вами, когда ставки были низкие, говорили, по крайней мере, аналитики говорили, что, ну, друзья, при нулевой ставке подумайте сами, и ПИ-20, и ПИ-25 – это хорошо. А если ставка у нас 5, что такое 5? Ставка 5. Это значит, ты безлистово можешь через дебазин вернуть свои деньги по эффективной ставке, ну, допустим, на, там, не знаю, 17 лет, эффективная ставка будет где-то там 5, 2, 5, 3. Иначе, говоря, за 17 лет ты вернешь свои деньги. То есть безлистово ПИ-17, да, при ставке 5. Ну, каждый сам себе аналитик представляет. Если кому непонятно, я того объясню. Не хочу, чтобы стереть время. Это означает, что дивидендная доходность и дивидендная вообще прибыльность компании должна быть такой, что у меня ПИ-12 должно быть на 15-12. Я уже про это говорил, так же? А если оно выше? И будут дисконтировать очень серьезно акции роста, друзья. Вот я чему. Сегодня мы с вами об этом просто не думаем. Мы говорим, нечего компания вырубит, но, так сказать, решат свои проблемы и пойдут дальше. Технологичная революция. Технологии и технологии. Давайте не забывать, как дальше даются коэффициенты. Это нам очень сильно сможет помочь осознать тот факт, который не до конца осознал в 5 минутах. Кстати. Так, ну, мы видим с вами вот эту очень интересную табличку, которая показывает движение ПИ, ПИ-ЛЕЩА. 20-й год, 28, это по индексу СМК, 21-й, 25, за счет роста экономики, 22-й, 19, за счет падения рынка. За счет роста процентной ставки где мы окажемся в 23-м году? Я думаю, ниже 20, значительно. Может быть, 70, может быть, 15. Закладывайте в цену акции и пытайтесь предугадать, где будет акция в этот момент. То же самое касается и Dow Jones, то же касается, и так, милочко, по-моему, тут не поправили, извините. Именно с Витуназдар. Я здесь имелся в Витуназдар, без опечаток. Друзья, мне, поскольку дали очень мало времени, я понимаю, что я пробежался по верхам. Я просто хочу вам сказать о следующем. Мы находимся с вами в совершенно уникальном времени, где ответов на вопросы однозначны, как быстро мы выйдем в этой рецессии, как быстро центробанки начнут снижать ставку, как быстро будет сокращаться снова безработица, и будет ли она сокращаться, или это надолгое. Их нет. Мое мнение, мы входим как минимум в очень турбуре двух-трех-четырехлетия. Почему? Потому что будут действовать все эти модели. Никто не научил и не переучит аналитиков считать все по-другому, просто потому, что это невозможно. В конце концов, инвестиции это просто оценка будущих потоков. Ребята, все просто. В действительности ты инвестируешь деньги, когда... Почему я, например, говорю, в крипту инвестиции это замечательная штука, тут к инвестициям не имеет никакого отношения. Спекуляции, да. Покупка, директы, чтобы перебросить деньги, да. Но инвестиции. Инвестиции это то, что несет денежный поток. И как... Недвижимость это тоже инвестиции, которые несут денежный поток. В конце концов, правильно? И мы, когда анализируем что-то, мы пытаемся предугадать движение будущего денежного потока. Все просто. Все остальное это уже сравнивано с безлистовыми ставками, сравнивано с среди облигаций, с госдолгами. И когда вот это все мы начинаем анализировать, то вот все то, что вокруг у нас происходит, все эти кризисы, это для нас просто сигнал о том, что, друзья, каждая попытка и Центробанков, и руководство стран стимулировать свою экономику будет приводить либо к новому витку инфляции, либо к рецессии, либо к социальным проблемам, из которых политики будут вырекли, где-то нет, где-то лучше будет. Извините, вот, пожалуй, лучше еще подпечатаем денег, только чтобы однородный музей. То есть не будет однозначных решений, и мир будет в ситуации турбулентности, я вообще боюсь, в течение нескольких лет. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.